книга открытым оком тема священства том 23 вопрос 3545 слышал что наш бывший епископ евтихий приличная встреча с епископом максимом якобы спрашивал его об отношениях с нашей общиной ссылаясь на наше прошение в котором показан епископ максим как недоступные для общения и что максим стал отпираться что это не так что он уважает вас и в пример священником своим ставит и что не мог приехать на торжество в потеряевку только потому что по своему расписанию по плану должен быть в ином месте может быть и вправду он изменился и нам можно бы с ним сблизиться отвечает игнатий тихонович лапкин все может быть но как прочитаешь про его художество как послушаешь священников как жалуются прихожане на его корыстолюбивых священников их всеобщую патологическую ненависть ко мне и особенно к моим книгам так устремишься на молитву и чёточки из рук не хочется выпускать и прочитаешь не введи нас господи во искушение 17 24 октября 2007 год мк на алтай и страница 3 зачем владыке старушечьи слезы статья в православной общественности алтая назревает раскол дело все в том что по слухам владыченко давно вынашивал планы поставить под свой контроль кассу храма этого он и пытается добиться поставив во главе церкви и прихода своих людей фактически сегодня в кавычках арестованы все средства храма касса на цитата общую свечу так называемые старушечье слезы опечатана собранные в виде пожертвований на строительство воскресной школы средства изымаются и отвозятся в епархию получается что происходит экономическое удушение жизни прихода никольского храма которая сегодня чуть ли не парализована разумеется все это не может не возмущать прихожан видящих как расправляется епископ со старыми заслуженными священниками которых меняют как креатуру максима характерными чертами которых меняют на креатуру максима просить характерными чертами внутри церковной жизни стали семейственность продвижение в кавычках нужных людей некоторые с весьма темной судьбой неизвестно откуда приехавшие и где учившиеся однако за непонятные заслуги рукоположенные максимом священнический сад священство запугано и забита боясь перечить епископу и будучи полностью подвластно ему в храмах большие налоги на содержание епархии и это все при том что уже притчи во языцах стали богатство епископа в кавычках нестяжателя строящийся шикарный дом в бобровке возводимый особняк в анапе на берегу черного моря многочисленные дорогие иномарки сменяющие одна другую непонятно как расходуются средства заработанные покровским кафедральным собором чимальским женским скитом знаменским монастырем куда уходит прибыль от свечного заводика которые говорят работает полулегально в тайне от московской патриархии а также налоговых органов на алтай а над качеством свечной продукции смеются уже в соседних регионах разумеется такие кавычках художество они остаются незамеченными простыми прихожанами клиром во что выльется их недовольство сказать трудно одно уже сегодня однако уже сегодня некоторые верующие намерены в знак протеста выйти и пас из под контроля московского патриархата и добиваться передачи раскольником в кавычках одной из барнаульских церквей возможно это и будет никольский храм антон куда шо евангелие от луки 1614 слышали все это и фарисеи которые были сребролюбивы и они смеялись над ним 1 тимофею 33 но епископ должен быть не порочен одной жены муж трезв целомудрен благочинил честен странолюбив учителем не пьяница не биться не сварлив некористолюбив но тих миролюбив не сребролюбив 1 тимофею 6 10 ибо корень всех зол есть сребролюбие которому предавшись некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям прощай соседка волк кукушки говорил напрасно я себя покоем здесь манил все те ж у вас и люди и собаки один другого злей и хоть ты ангел будь да не минуешь с ними драки а далеко ли соседу путь и где такой народ благочестивый с которым думаешь ты жить в ладу о я прямехонько иду в леса аркадии счастливой соседка то-то сторона там говорят не знают что война как агнцы кротки человеке и молоком текут там реки но словом царствуют золотые времена как братья все друг с другом поступают и даже говорят собаки там не лают не только не кусают скажешь сама голубка мне не мило даже и во сне себя в краю таком увидеть тихом прости не поминай нас лихом уж что там мы там заживем в ладу удовольствие в неге не так как здесь ходи с оглядкой днем и не засни спокойно на ночлеге счастливый путь сосед мой дорогой кукушка говорит а свой ты нрав и зубы здесь кинешь или возьмешь с собой уж кинуть вздор какой так вспомни же меня что быть тебе без шубы чем нравом кто дурней тем более кричит и ропщит на людей не видит добрых он куда не обернется а первый сам ни с кем не уживется тысяча восемнадцатый третий тысяча восемьсот тринадцатый год крылов